Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Санников. Ну вот не случайно мы такую песню поставили в начале передачи. «Мало видел он света, добрых слов не слыхал». Это будет касаться и тех людей, о которых пойдёт речь в нашей передаче. Итак, сегодня у нас в гостях Емельян, просто Емельян. Здравствуйте, Емельян. Емельян – организатор «Дома трудолюбия». Вот такое интересное название. Всё правильно сказала? Да. Ну вот, «Дом трудолюбия». В 1872 году в газете «Кронштадтский вестник» было обращение к горожанам. Я с этого начинаю. Вы сейчас вот всё скажете правильно, да? Хорошо. И что это было за обращение? 1872 год. То есть это уже 140 лет назад. А проблемы-то они не меняются. А кто сделал это обращение? Да, всё остаётся фактически. Меняются средства производства, а всё остальное нет. Такая же проблема, как сейчас в Москве, с бездомными, в своё время стояла в городе Кронштадт. И тогда ко всем обратился известный он был местного ещё уровня священник, отец Иоанн Сергеев, который теперь нам известен уже в всей Руси как святой праведный Иоанн Кронштадтский. И в 872 году он два раза выступал в этой газете, писал обращение к жителям города во звание с тем, что нельзя закрывать глаза на проблему тех людей, которых у них в городе было большое множество. У нас они сейчас называются бездомные, там ещё какие-то, может, более грубые, более мягкие названия, люди улиц. Изопределённого места жительства. Бомж. Да, да. У них они тогда назывались нищие мещане, и в Кронштадте было очень много. Вот, и он писал, что христиане не имеют права закрывать глаза на эту проблему. Вот, то, что людей в этот город, их туда согнало правительство много, им там не дали нигде жить, нигде работать. И они там на улицах, там, кто пьянствовал, кто попрошайничал, в основном криминалом жили. Вот, ну, словом сказать, сейчас творится, в принципе, то же самое в Москве. Поэтому, если в его названии Кронштадт заменить на Москву, там, в общем-то, по сути останется всё, как оно есть. Ну, на самом деле, наверное, не только Москва. Раньше приезжаешь в какой-нибудь провинциальный город, увидеть нищего там было просто невозможно. Или опустившегося какого-то такого человека, который стоит, там, скажем, на автостанции, выпрашивает деньги, потом он бежит, эти деньги пропивает. Вот не было, потому что люди знали друг друга и, в общем, стеснялись. Сейчас это явление и в таких городах. То есть, это проблема не только столичных городов. Ну, дело в том, что такое количество, оно обусловлено в первую очередь, что люди сюда едут заработать. То есть, во всей России знают, что хочешь там где-то устроиться на работу и получать за это больше, там, чем 3 тысячи рублей в месяц, то, езжая в Москву, не знаю, наверняка есть ещё какие-то города, но Москва, конечно, на первом месте. Поэтому огромное стечение тех людей, которые приехали на заработки, это, конечно, именно Москва. И потом, в силу различных причин, вот они пополнили ряды вот этих вот наших бездомных. Вот, и с другой стороны, сюда же стекаются профессиональные нищие, которые работать не хотят и уже не умеют. И вот, как я разговаривал с одним там из Хабаровска, допустим, он сюда на электричках добрался, он говорит, а кто же мне там подаст? Вот, поэтому Москва на сосредоточии всех вот этих вот людей, как бы по разным причинам здесь окажавшихся, но я думаю, что такое количество, как у нас, это вот, я думаю, что это всё-таки рекорд, наверное, по России. А почему Дом Трудолюбия? Что все так любят трудиться? Вот вы организовали Дом Трудолюбия, такое двусоставное слово, труд и любить. Среди вот этих вот людей, которые оказались бескрышенно в головой в Москве, они делятся, конечно, ну так условно, на две основные категории. Те, которые профессиональные тунеядцы, которые приехали именно попрошайничать. Вот, и те, которые готовы трудиться, готовы, но в силу там каких-то слабостей характера, алкоголя в первую очередь, ещё чего-то, ещё чего-то. Какие-то встречают вот преграды на пути, там работодатель не заплатил, документы украли, там где-то что-то выпил, остался без ничего. И они бы и рады работать, но без документов, без жилья это уже сделать очень-очень трудно. То есть вот эта вот жизнь, которая на улице, человек один противостоять этому практически не может, это ужасно трудно. И поэтому они избиваются в стаи, в эти группы, да? Да, там жизнь у них там уже по-разному течёт. Вот, но мы берём из этих категорий только тех, которые готовы трудиться. Только тех. Потому что если изначально, вот когда я когда-то ещё там в храме уже 8 лет назад начинал выяснять, там какие же люди стоят около храма и просят, то те, которые просто стоят и просят, большинство были вот из той категории, которые работать не хотят. Их, в принципе, даже трудно заставить это делать. Вот, это в истории российского государства началось ещё, по-моему, с Екатерины Великой, когда были созданы дома для буйных ленивцев, они, по-моему, назывались, то есть куда собирали вот этих всех попрошаек. Это вот где сейчас матросская тишина, дом? Да, сейчас они все, в основном эти все дома, они стали впоследствии тюрьмами. Вот, это те люди, которые работать действительно не хотят. Вот, и потом, когда мы, ведь есть ещё изречение, я не помню, кого-то из святых, он сказал, что добро без рассуждения, оно способно причинить зло. Вот, поэтому, когда начинаешь, что называется, безоглядно просто всем подавать, там, всем, кому одежду, кому еду, кому деньги, кому ещё что, вот, то невольно участвуешь в том, что часть вот этих людей, которые на улице, они понимают, что так и нужно, и можно жить. То есть, раз у тебя, раз тебя оденут, раз тебя обуют, там, тебя накормят, то в голове остаётся, что деньги-то нужны только для того, чтобы выпить, потому что всё остальное тебе и так дадут. Понятно, что выпить тебе не дадут, поэтому вот единственное, на что надо собирать, это на выпить, а всё остальное тебе дадут и так. Емельян, а что послужило толчком? Вот у вас была нормальная, хорошая работа, хорошая работа. У вас было положение в обществе, вас уважали люди, и вдруг вы именно повернулись лицом к самому дну. Вот прямо я вспомнила сейчас Горького с его знаменитой пьесой «На дне», и вы повернулись сюда. Что послужило? Я понимаю, что все мы добрые, но добрым хорошо быть. Вот ребёночка по головке погладил, старушку через улицу перевёл. Ну, это вот легко. А вот это вонючий, грязный, вшивый. И вот вы... Вы знаете, вот с христианской точки зрения, как это на самом деле... Вот извините за грубость, а вот такие слова... Ну, нет, это правда, там, то, с каким они запахом и видом, это, конечно, тяжело со многими. Вот, с христианской точки зрения, в общем-то, человек, став христианином, он должен выбрать путь, которым он будет спасаться. То есть, в общем-то, то, что я делаю, я по большому... Ну, с большой, так, в общем, делаю для себя, конечно, мне себя спасти надо. Вот. И Серафим Саровский, он когда как бы уже подытожил, что ли, опыт предыдущих святых, он сказал, что для спасения есть основных три пути. То есть, либо человек-постник, либо молитвенник, либо благотворитель. Вот из меня конкретно постник-молитвенник никакой, то есть, я не умею этого делать, у меня на это не хватает ни воли, ничего, поэтому я как бы прекрасно понимаю своих вот этих вот подопечных, у которых не хватает воли на то, чтобы не пить, у меня на что-то другое просто не хватает. Вот. А благотворитель – это тот, который делает, ну, любые дела, которые вот... Добрые дела, так сказать, да, которые... Ну, и нужны они, в первую очередь, для спасения себя. Поэтому у меня выбора-то особо не было, учитывая, что в предыдущих двух вот этих вот я просто ничего не могу, а здесь я что-то могу. И Серафим Саровский, он как раз советовал, что спасаться надо именно тем способом, который тебе как бы удобнее, потому что там ты, возможно, действительно, всё-таки какой-то как-то спасёшься, чем брать на себя крест, который и так там еле сдвинуть можешь, там просто он тебя раздавит. Вот. Поэтому у меня особого выбора не было, надо было решить, чем из вот дел как бы буду заниматься. И как-то оно у меня уже... Я и когда-то работал в клубах с трудными подростками, то есть вот просто, ну, время пошло, так сказать, я вырос, и подростки выросли, и теперь, если тогда это был клуб для трудных подростков, то теперь это Дом трудолюбия бездомных. Фактически, в общем-то, она так мало что изменилась. Вот. То есть это, в общем-то... Я знаю, что ещё полтора года назад мы говорили в эфире об этом, и были большие трудности с организацией этого дома, и даже, ну, пришлось нам вмешаться немножко, написать письмо, что, ну, что здесь плохого, если люди собираются для того, чтобы, ну, помочь другим. Вот сейчас у вас уже Дом трудолюбия, но на самом деле таких домов уже несколько. Да, в данный момент у нас уже сейчас мы снимаем пять домов, если началось всё это с одного, на который там мы брали деньги в долг, и как бы всё это первые там сколько-то месяцев вообще всё это долг только увеличивался. Сейчас, слава Богу, у нас уже этих домов пять, у нас сейчас проживает одновременно около 300 человек, то есть иногда там чуть больше, чуть меньше. Вот. Ну и цель, честно говоря, чтобы этих домов хватило на всех тех бездомных в Москве, которые готовы трудиться, то есть чтобы уже отсеять тех, которые работать не хотят, с ними уже, наверное, кто-то как-то по-другому должен с ними работать. Вот. Но проблема, конечно, проблем при их открытии огромное множество, вот. И самое основное, что по законам как бы нашего государства люди без документов, они работать-то вообще не имеют права, потому что это уже всё идёт противозаконное, вот. А не работать – это грех с духовной точки зрения, то есть когда этих людей там просто их содержать, это их разращает. Тот же Иоанн Кронштадтский, он писал в этом своём воззвании, что тот из бездомных, кто, будучи здоров, не хочет работать, то его надо вообще изгонять из города, потому что это рассадник тунеядства. Вот. То есть я как бы целиком и полностью стою именно на этой позиции, поэтому мы берём именно тех, которые готовы работать, и, слава богу, всё-таки их большинство. Вот. Но с государственной точки зрения работать вот они не могут. Вы же всегда подвергаете себе риску. Значит, какой-то человек из налоговой или там из какой-то государственной структуры обязательно скажет, ах, они такие сякие, они наживаются на этом, ах, они не платят налоги, ах, ещё что-то такое. Может такое быть? Вы знаете, это действительно наша деятельность, она в этом плане, она во многом получается незаконной. Вот всегда, когда спрашивают, помогает ли вам государство, я вот в последнее время, я понял, что правильный ответ, оно, слава богу, нам не мешает, потому что если бы государственные чиновники опирались только вот на законы, они бы реально давно могли нас закрыть. Вот. А так всё-таки, ну, надеюсь, что это сделано как-то там, может, осознанно, то есть кто-то говорит, что не надо их закрывать, надеюсь, хотя я не знаю, какие там на самом деле причины. То есть помощи нету, но могли бы закрыть и не закрывают. И в этом самая большая помощь, скажем так. А интересно, когда Иоанн Кронштадтский свои обращения вот эти опубликовал, ведь прошло несколько лет до открытия Дома трудолюбия. Десять лет. Да, десять лет. А на чьём, вот сейчас я скажу такое, знаете, казённое выражение такое, на чьём балансе были эти Дома трудолюбия? Или это местного сообщества? Либо это, оно за это отвечало, либо это благотворители занимались, либо это государственные дома были. При Екатерине, кстати, вот те же самые, дома для буйных ленивцев. При Екатерине, честно говоря, не знаю, это так особо не читал. Да, при Ане Кронштадтском там всё держалось на его личном подвиге, потому что это был мирового уровня святой, к нему съезжались не только со всей России, к нему с мира съезжались. Вот, и поэтому там как бы у него составляющая, на что это содержалось, это были сплошные пожертвования, которые их говорили, вот вам, батюшка Иоанн, на ваших нищих, как они там говорили. Емельян, я понимаю это, но ведь он же сказал, что надо, чтобы работали они, потому что иначе ты приносишь вред, если ему просто так даёшь деньги. Так вот, когда они работают, значит, надо платить налоги. Ну вот, про налоги не знаю, как они их платили, да, учитывая, что там, я вообще не знаю, как было просто с документами людей в то время, может, там как-то попроще было, вот, но у них они работали обязательно, вот, и огромное, вот, в сравнении с нами, допустим, огромное преимущество Дома трудолюбия Ана Кронштадтского, у него было 12 мастерских различных направлений, то есть там могли работать те, кто здоровый, они там брёвна таскали где-то там на этом порту, те, кто послабее коробки клеили и так далее, у него там женщины могли там что-то вышивать, там кто-то что-то... То есть вот все пожертвования, они шли на то, чтобы организовать этим людям возможность работать, потому что... А, то есть создание, пожертвование на создание рабочих мест. Да, то есть то, что они там реально зарабатывали, они действительно как бы там, ну, по тем временам это вот сейчас какой-то минимум прожиточный, они себе на него честным трудом зарабатывали, то есть они ели честно заработанный кусок хлеба, эти люди. Но для того, чтобы это произошло, через того же отца Иоанна, я вот читал, забыл, в каком году, если перевести на наши деньги, было в этот дом пожертвовано только за год, вот нашими деньгами порядка 70 миллионов, вот для того, чтобы создать... Вот у него же там была... То есть это 12 направлений работы, то... Там была и амбулатория, то есть у них, вернее, там и врач был со стационаром, куда могли класть, была школа там для бедных детей, была школа для женщин, были профессиональные мастерские. То есть это была создана вот такой городок внутри города, община трудовая, в которой люди действительно могли, что называется, вот ставить на ноги. Ну, правильно, вот смотрите, Бутырка, ведь огромная территория, помещение, матросская тишина, и действительно городок в городе. Ну, Иоанна Кронштадтского, да, это не те, скажем, но вот у них они построили комплекс, по-моему, из четырёх больших довольно-таки зданий, вот, то есть сейчас это стоило бы, да, огромных денег, вот поэтому все эти пожертвования шли на то, чтобы эти люди жили нормальной трудовой жизнью. Он говорил, что бездомных, ну, по-нашему бездомных, там это по-другому называлось, их надо привязать обратно к общественному организму именно посильной работой. И вот эти все пожертвования шли на то, чтобы эти люди, они жили такой же жизнью, как и все. Что такое, как и все, да, большинство? Человек работает, человек за это что-то получает, человеку есть где жить, человек рассчитывает на какую-то медицинскую помощь, ещё на что-то, там, на обучение какое-то. Вот для того, чтобы это создать, чтобы они могли там посильно жить, вот требовалась вот эта помощь огромного большинства людей. Понятно. Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Это передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Санников. Телефон студии прямого эфира 629-08-73. Код Москвы 495. А у нас сегодня в гостях организатор Дома трудолюбия Емельян. Вообще имя Емельян. Вы прямо как Емельян Пугачёв, да, или что-то такое, первопроходец какой-то. А вообще есть что-то подобное в России? Есть ли, ну, я знаю, что есть там для наркоманов, для алкоголиков какие-то, а вы берёте, ну, как бы шире проблему. И за рубежом что-то, такие аналогии. Да, конечно, есть. Вы знаете, единственное, что как бы у меня очень такой относительно неширокий кругозор, я в основном по Подмосковью могу говорить. Вот, во-первых, что касается репцентров для работы с алкоголиками, с наркоманами, их действительно много, из них там, ну, большинство из них, если это репцентры какого-то религиозного направления, то это большинство протестантские, вот, православных их, ну, в сравнении с ними очень мало. Но репцентр, он ставит свои задачи, вот, человека отреабилитировать и, вроде как, выпустить его в обратное общество, такого же, как все. Вот, с другой стороны, я уже, вот, на своём, там, пусть восьмилетнем опыте, небольшом ещё относительно, на опыте домов того же отца Иоанна Кронштадтского, на опыте зарубежных репцентров, которые существуют уже десятилетия, вот, я вижу, что большинство этих людей, которые уже свою волю настолько расслабили, что они в трезвости поодиночке жить не могут, для них нереально отреабилитироваться и вернуться назад. Вот, то есть, это какие-то единицы, действительно, на это способны, из тех, которые, действительно, вот они, в этой зависимости уже люди находятся, вот, единицы, они, да, могут стать обратно, там, всё. Если взять общее количество, то это, действительно, там, какие-то ничтожные проценты. Вот, а большинство из них, чтобы они жили трезво, чтобы они жили трудясь, чтобы они жили как все, им необходима жизнь вот в общине, где есть довольно-таки жёсткие какие-то правила, то есть, запрещено, там, употребление алкоголя, наркотиков. Хочешь, не хочешь, тебя всё равно будут будить на работу и туда посылать. То есть, в случае чего, там, тебя могут как-то, ну, каким-то образом, то есть, наступить на твоё вот это вот горло, если ты хочешь делать что-то, что только ты хочешь и так далее. А какие там у вас существуют правила? Что-то они обязаны подписать, что я обязуюсь. Ну, во-первых, они подписывают, да, входя, это у нас ещё как бы вот наследие репцентров, входя к нам, они подписывают анкеты, где они пишут, что да, они согласны с тем, что если человек выпивает или что-то употребляет, какие-то наркотики, он может быть выгнан, причём он тогда теряет там заработанные средства, он всё это подписывает, он знает, что у нас нельзя отказываться от работы, то есть, допустим, человек не может сказать, что я там профессиональный плиточник, что это вы меня ставите, говорит, там, канаву копать, я не буду этого делать, это идёт отказ от работы, вот, и тоже то же самое, что человек выпил, то есть, из-за этого сразу будут какие-то карательные меры. Вот, с другой стороны, у нас есть поощрительные меры, если у нас человек минимум месяц провёл, так сказать, без залётов, то есть, он не отказывался отработать, он не пил, честно трудился, через месяц мы его ведём на восстановление российского паспорта, если он у него утерян, но у нас, кстати, у большинства они... А, то есть, это такая юридическая уже помощь, да? Обязательно, да. Просто сразу, допустим, человек только пришёл, сразу пойдём делать паспорт, они будут приходить только для того, чтобы сразу были делать паспорт, а завтра уходить. То есть, такой испытательный срок сначала. Да, хотя бы месяц человек должен свой паспорт, что называется, заслужить, то есть, он должен действительно его отработать. Вот, через месяц. Потом, если человек полгода у нас живёт так же, то есть, тоже без залётов, через полгода, если он бомж юридический, то есть, он нигде не зарегистрирован, мы ему делаем прописку в Владимирской области, то есть, благодаря фондам, благодаря людям, у нас есть теперь домик в Владимирской области, где мы этих людей прописываем. А потом скажут, а что это вы здесь прописывали, 300 человек? Конечно, скажут, так везде говорят, и поэтому сейчас вот я даже переживаю, если сейчас вот идёт вот эта борьба с резиновыми домами, вот у нас тогда люди, которые, ну, заработали, я считаю, обратно свою эту прописку, если у них не будет возможности её получать, ну, с моей точки зрения, жалко будет. Вот, то есть, у нас есть вот такие вот меры, какие-то поощрения, и человек, то есть, я считаю, это нормально, что человек своим трудом, он что-то и зарабатывает, и какие-то блага, ещё что-то. Потом они у нас переводятся на другое уже, там, исчисленные зарплаты, если они прожили какое-то время, то есть, есть у нас... Слушай, то есть, он там ещё получает деньги? Да. Это его деньги уже? Да, да, там есть вот из того, что в общую, так сказать, в общую корзину то, что заработано, значительная часть уходит на то, что люди это получают, вот, и они уже сами могут им распоряжаться, естественно. Как распоряжаются? Ну, к сожалению, многие, конечно, получив деньги, у них ещё остаётся вот это вот уличное, что всё остальное мне и так дадут, а раз деньги, значит, надо выпить. Поэтому у нас в месяц примерно 50% людей за месяц меняются. Большинство из них именно за то, что они выпили, и мы их там на какой-то период изгоняем, потом опять берём. Но с другой стороны, вы знаете, что за это время они не замёрзли, его не убили. Ну, он это время, он вообще прожил... Он под присмотром, по-человечески. Он прожил вообще не асоциально, а вполне нормально, как все. То есть он трудился, он не воровал, не грабил, чем они в основном занимаются на улицах. То есть он нормальный человек. То есть это польза не только им, такая вот чисто субъективно какому-то отдельному человеку, это польза объективная, польза обществу. Да, они в это время не представляют угрозы, они нормальные люди, как и все вокруг. До тех пор, пока человек не впадает в запой, потом через какое-то время он возвращается, и дальше опять всё нормально. А так на эти деньги кто-то начинает, между прочим, общение с семьями, с которыми давно уже всё порвано, как правило. Потому что с тех пор, как человек начал пить, жить на улице, естественно, у него уже надежды никакой. И как мне один сказал, мне говорит, жена сказала, самый большой подарок, который ты мне можешь подарить, чтобы я тебя больше никогда в жизни не видела. А здесь начинают что-то обратно посылать, им начинают деньги, телефон кладить. Начинаются, я смотрю, есть примеры, есть, слава богу, примеры, где начинаются опять нормальные взаимоотношения с семьёй. То есть на них начинают смотреть уже как не на того, кто из семьи всё выносит, а на какую-то уже всё-таки как-то опору. У нас люди тоже сами пары создают. То есть если мы им не даём жить в блуде, это как вот в репцентрах, это всё оттуда тоже взято. Но если они распишутся, мы им стараемся, есть такая возможность предоставить им комнату. Если получается, это всё тяжело довольно-таки сделать. То есть мы, в принципе, поощряем, что были нормальные семьи. Дети у нас рождаются, у нас уже есть рождает этот год, у нас уже там сколько-то детей у нас рождены, сколько-то у нас было. А как вы думаете, как сложится судьба этих детей? Ну, что я могу сказать, что, опять же, по зарубежному опыту, вот про Израиль, мне рассказывали, вернее, про Израиль, что там государство, оно в такие общины, оно даже размещает своё производство, чтобы они, не выходя за пределы, чтобы они могли работать прямо там. А вот детям этих общинников они дают преимущество при поступлении в ВУЗы. То есть они тоже понимают, что их родители, которые в этом уже увязли, они оттуда вряд ли вылезут, а вот детям даётся посильная помощь. То есть дети действительно считаются, что они из этого вылезти могут. Поэтому как бы не могу сказать, конечно, что там как сложится, нам всего там полтора года, это пока всё ещё задавать об этом рано. А вот смотрите, вы говорите, у вас так одновременно около 300 человек, да? Сейчас да. Но на самом деле, если посмотреть на Москву, что это, ну, не капля в море, а 5 капель, допустим, в море, потому что на самом деле возле каждого метро мы все видим, да? Я уж не говорю о вокзалах. Вот я, например, у своего метро вижу всегда, ну, человек 20-25. Вот, ну, представить, сколько станций, это так, и сколько по чердакам, по подъездам, там, я не знаю, где ещё. А вот что-нибудь подобное всё-таки ещё в Москве есть или нет? Вы знаете, как, ну, в Москве, точнее, вокруг Москвы, потому что в самой Москве это только государственные вот эти социальные гостиницы, куда принимают, ну, практически только москвичей, то есть устроить они не москвича невозможно, ну, почти невозможно. А все, почти все бездомные в Москве, они не москвичи, подавляющее большинство. А расскажите-ка, с какими историями вам приходится сталкиваться? Вот люди приходят, ну, понятно, есть некая доля фантазий, но вы с вашим жизненным опытом можете легко определить, где человек придумывает, а где это правда. Ну, вот 8 лет назад, когда я эту работу начинал в храме в Подмосковье, в Красногорске, я сначала там слепо всем верили, вот то, что они рассказывают, верили, не проверяли, там батюшку был добрый, деньги раздавал. Кончилось тому, что информацию о добром батюшке ее продавали на вокзалах, то, что вот поедешь туда, расскажешь вот такую... Эту сказку? Да, расскажешь такую-то историю, тебе дадут денег, половиной поделишься. Вот так вот оно было. Вот, потом меня научил один священник, который он сам был бывший участковый, он научил, что надо на самом деле все это проверять. И вот, когда я начал все это проверять, я ужаснулся, потому что 95% это было сплошные аферисты, которые, те, которые стоят, ну, постоянно по прошенничеству храмов, это те люди, которые не хотят работать, которые хотят пить. Вот 95% это вот они. А потом, когда уже создали приют именно тех, кто готов работать, вот тогда пошел уже другой контингент. Им уже говорили на вокзале, тебе там просто так денег не дадут, но дадут возможность заработать. Вот это уже пошли те люди, которые, ну, с моей точки зрения, с ними все-таки работать проще, потому что они хотя бы трудиться хотят. А вот те, которые уже и трудиться не хотят, вот я, например, не знаю, что с ними сделал, кроме как того, что я понимаю, что им подавать вообще это плохо, потому что они еще хуже тогда станут. То есть это растление такое. Да, я думаю, что это вред, когда ты человеку как бы даешь, пусть там даже ты закрыл глаза на то, что он там тунеядец, то, что он пропивает, что типа ты не знаешь, зачем ты подаешь. А это как бы откупаешься, да? Себе говоришь, вот я подал. Я не знаю, я не берусь никого осуждать. Себе говоришь, что я исполнил заповедь, там же есть такое просящие, ему тебя дай. Вот, и вроде как я заповедь исполнил. Ну, сложный вопрос, есть разные точки зрения. Я считаю, что вот когда таким образом, не думая там, куда что-то идешь, заповедь исполняешь, это вот, как святые сказали, что добро без рассуждения, оно способно причинить зло. Ведь люди, те, которые там замерзают, умирают, они же замерзают, умирают из-за того, что они в основном уснули, это в состоянии опьянения. То есть это совершенно произошло не от голода. Человек пьяный уснул, и все, и не проснулся, или проснулся уже, когда ему ноги надо отрезать. Вот тогда вот они еще некоторые задумываются. Вот, но опять же большинство... То есть это к этим историям все-таки возвращаемся. Ну, про эти истории, вот, допустим, я помню, одна из историй, да, когда приехала женщина, сказала, что у нее четверо детей, старшая сейчас лежит в такой-то больнице, трое с ней на руках, муж сгорел при пожаре дома, когда они уезжали из Белоруссии. То есть у нее все плохо, и кроме как, значит, на наше пожертвование никак она больше поражить не может. Вот, мы ей там дали сразу продукты, потому что откуда я знаю, там, правда, она говорит, не правда. То есть сразу мы ей продукты дали, там, что-то дали, сказали, приходи завтра. Вот, а до завтра я уже абсолютно все про нее узнал. Оказалось, что... А как вы узнаете? Какие? Сейчас с современными средствами связи, интернет, телефон, там, в принципе, ничего сложного узнать практически ничего нет. Вот, оказалось, что они когда уезжали там из Белоруссии, там, как сказали местные жители, там, живее всех живых был ее постоянно пьющий муж. Вот, то есть ничего у них не сгорело, никто там не умер. То есть просто семья тунеядцев-алкоголиков. Вот, и таких вот, говорю, которые среди профессиональных нищих, их большинство. Но большинство людей в Москве, которые на улице, это все-таки те, которые работают-то готовы. То есть вот этих, если взять вот те бездомные, которые уже как бы совсем не хотят работать, их не такое уж и большое число. Другое дело, что тот же Иоанн Кронштадтский, ведь он же, с одной стороны, он тунеядство считал грехом, а с другой стороны, он иногда подавал тунеядцам. То есть ему когда спрашивали, а зачем вы это делаете, это тунеядец? Да, вот я только хотела сказать, зачем. Да, у него же был дар по взорливости, он же был, ну, как бы человек-то подвижник, великий. Он говорил, я боюсь ошибиться. То есть он не всех видел. Были те, которым он явно не подавал, потому что он говорил, это человек аферист, там тунеядец, еще кто-то, да. А были те, кто не вижу. И в Москве все-таки, я говорю, надо сказать, что все-таки большинство из них готово трудиться. Это все-таки не тунеядцы. Ну вот вы сказали об истории, такой, ну, обмана фактически. А реальная история? С чем приезжают? Вы говорите, что в основном это не москвичи, это приезжие, приезжие на заработки. Чаще всего история вообще одна и та же. Он действительно приехал работать, он действительно работал. Вот, потом, ну, если он получил зарплату, значит, его кто-то на вокзале встретил, сказал, давай выпьем. Он выпил, потом он начнулся без документов, без денег. Потому что те бездомные, которые живут этим профессионально, они там что-то подсыпают, и таким образом они просто людей грабят. Это криминал, это нормальный способ заработка почти всех, кто там живет. Либо могли, допустим, совершенно часто встречающаяся история, когда дело уже подходит к концу, то есть уже объект вот-вот должен сдать, под сдачу идет, должны. Ну, в основном в настройках у нас же все работают. Вот, туда засылается кто-нибудь из прорабов, который там со всей бригадой пьет за удачное окончание объекта, и на этом основании потом никто не получает зарплату, людей выгоняют. Были случаи, когда человек сказал, что я вот отработал, мы поехали с прорабом, он сказал, сейчас вот я деньги сниму, сказал, вот подожди меня сейчас вот в этом подъезде, я туда пойду, и все, сам вышел под другим путем. То есть большинство, получается, это те, которые каким-то образом, но все равно это чаще всего связано с алкоголем, они не получили заработанные деньги и остались на улице. – И нет денег домой, и нет документа, и… – Ну, и кроме нет денег домой, у них еще у большинства и нет желания ехать домой, потому что, говорят, там работы нет. То есть что, я сюда приехал типа на заработки, отсюда я сейчас приеду, кроме того, что без денег, так еще там уже и без документов, и… – Я буду показывать пальцем, съездил в Москву, да? – Принесу своей семье, да, принесу своей семье как бы еще больше минус, чем был, когда я уезжал. – А как Вы оцениваете масштабы вообще проблемы? Ну вот я так гипотетически сказала, что капля там или пять капель в море. – Сколько таких домов или, может быть, сколько человек примерно нуждаются в такой реабилитации? – Знаете, я понял, здесь дело в том, что все-таки подавляющее большинство из тех, которые в данный момент в Москве находятся на улице, они надеются, и для них это чаще всего существимо, что они все равно куда-то устраиваются. То есть они там какой-то вахтой отработали, потом либо едут домой, либо не едут домой. Тех, которые без нашей помощи не могут, то есть те, которые без нас спиваются, действительно становятся то, что сейчас называют бомжами. – То есть Вы берете самых… А, вот так. – Их не так много. То есть вот я считаю, что таких домов, вот, допустим, которых у нас уже пять, ну, мне кажется, там еще пять, и, наверное, хватит, потому что остальные, они все-таки еще в себе имеют силы нормально работать. Мы работаем с теми, которые уже самостоятельно трезво жить не могут. – Вот, Емельян, Вы шли на эфир, и, очевидно, какую-то задачу перед собой ставили. Ну, кроме того, что рассказать людям о проблеме, ну, наверное, это задача, да? А цель? – Цель, так же, как когда-то отец Иоанн выступил с воззванием к жителям города, что не надо закрывать глаза на эту проблему, на то, в каком состоянии находится ближний твой, если взять по Евангелию. Надо помогать, то есть, нужна вот помощь общества в создании вот этой посильной работы для тех людей, которые без нас сами этого сделать не могут. – То есть, помощь общества именно. – Нужна обязательно. – И это надо, наверное, перелом какой-то в сознании. Ну, и в сознании даже государственном, я бы сказала, на самом деле. У нас звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. – Доброе утро. – Здравствуйте. – Доброе утро. – Это Краснодар Людмила Николаевна. – Здравствуйте. – В одной из передач у Андрея Караулова, депутат Государственной Думы, Александр Хинштейн высказал такую мысль, что человек, который вышел из дома и не совершил никакого преступления, может оказаться в местах не столь отдаленных. А вот совсем недавно, в свежей передаче, также в «Моменте истины» у Андрея Караулова, этот же депутат Александр Хинштейн сказал, что люди, которые находятся в местах не столь отдаленных, это отбросы общества. Вот хотелось бы спросить у Александра Хинштейна, почему он так быстро поменял свои взгляды. – У нас, слава богу, Александр Хинштейн, у нас панельян. Так, пожалуйста. – Я хотела бы спросить у Емельяна, как он относится к людям, которые совершили преступления, которые оступились в жизни, и как он принимает таких ли людей на работу, потому что президент в последнем своем обращении к Федеральному собранию призвал общество быть милосердными. Благодарю за ответ. – У нас таких людей, которые вышли из тюрьмы, довольно-таки много, специальную статистику я не веду. Вообще, когда к нам приходит человек, мы у него не спрашиваем, какое у него прошлое, потому что многие начнут что-то придумывать, а нам оно, в принципе, это прошлое не надо. Вот у нас есть настоящее, вот человеку дана возможность честно жить и трудиться, и вот как он себя проявляет, вот такое он сейчас и есть. Человек, слава богу, такое существо, которое постоянно в течение жизни меняется, то в лучшую, то в худшую сторону. Поэтому прошлое-то оно, в общем-то, даже не особо, честно говоря, беспокоит. Обязательно надо давать человеку шанс и постоянно его давать. Другое дело, что если у нас человек уже сколько-то раз запивал, буйно себя вел, мы его в конце концов выгоняем, то есть мы ему этот шанс, допустим, в ближайшее время дать не можем. Значит, он попадет в какой-то репцентр с более жесткой дисциплиной, и это как раз то, что для него на данный момент и надо. А к нам, наоборот, уже придет из этого репцентра отреабилитированный человек, который уже более жестко его уже как бы в рамки поставили, он уже готов жить более социальной жизнью, скажем так. А как у вас, кстати, с криминалом? Вот разные люди собираются под одной крышей. Я знаю, что когда вы только начинали, к вам были большие претензии, что вот там кто-то напился, кто-то украл курицу, там что-то вот, ну, такого плана. Ну, напиваются они у нас довольно-таки регулярно. У нас, говорю, 50% в месяц, да, те, которые сменяются, это в основном из-за того, что люди все-таки выпили. Мы их за это первый раз на три дня выгоняем, там потом больше штрафуем каким-то образом. Вот, то есть этот процесс нормальный. Но, кстати, вот сказать то, что, как говорят в репцентрах, то, что деньги это яд, этим людям нельзя давать деньги. Там текучка, вот я когда работал в одном репцентре, в самом крупном, который был на тот момент, сейчас его закрыли, вот, там была текучка 80% в месяц, несмотря на то, что люди денег никаких не получали. Воровали там больше, потому что, когда у людей денег нет, они начинают воровать для того, чтобы эти деньги все равно получить. То есть у нас реально и воруют меньше, и пьют у нас меньше. Вот, несмотря на то, что люди как бы деньги получают. Так что это, деньги это средства. Слушайте, вот сейчас, рождественности и праздники, да хочется сказок или хочется хороших историй. Есть хорошие истории с счастливым концом? Есть одна история, которая очень, это такая, как бы, когда у нас был один человек, он юридический бомж, то есть у него ничего нету, он бывший алкоголик. Вот он у нас, как с тех пор, как он пришёл, он ни разу не пил, там всё время работал, насколько мог. Вот, и кончилось тем, что он женился на девушке, которая к нам приезжала как волонтёр, вот, и теперь у них семья, и теперь он, как бы, и прописан, вот, и живут они в Москве, и, слава Богу, у них пока всё хорошо. Но это такая вот, как бы, счастливая сказка, которая, дай Богу, да, чтобы она дольше продлилась. Звонок у нас, пожалуйста, говорите. Доброе утро. Доброе утро. С святыми днями я поздравляю. Спасибо. Всего хорошего вам, счастливого. И вопросы такие, вот, продолжаем. Звонок из Краснодара, женщина, да, которая сказала, что у нас в уголовной среде, то есть сидят в тюрьме, только отбросывая общество. У меня в связи с этим вспомнилась такая реплика из СМИ, где была процитирована слова бывшего премьер-министра, ныне президента России, который сказал, что 30% уголовных дел, то есть сидящих в тюрьме, это невинные люди. Но, тем не менее, вот он пришёл сейчас к власти, и у нас что-то нету никаких амнистий в связи с этим тех людей, которые невиновны сидят в тюрьме. Интересно, при коммунистах были, как говорится, каждый 7 ноября почти, или несколько лет, были амнистии. А вопрос у меня такие, к вашему гостю, к гостю такие вопросы, вот я не сначала слушаю передачу, где вот находятся ваши точки, интересно было узнать. И такие вот ещё вопросы. Вы сказали, что вы, так сказать, принуждаете в ваших центрах, не знаю, к работам, какие вот есть. Вот я знаю, при советской власти, то есть, извините, при коммунистии, при власти коммунистов, чтобы получить паспорт вот этих задержанных, ежедневно вывозили по утрам разгружать вагоны с мясом. То есть, на самые тяжёлые, нет, тяжелее работы, поверьте мне на слово, чем разгружать вагоны с мясом. И вот в связи с этим вопросом, а что делают ваши, так сказать, гости? Вы сказали, вот их, вы карательным мерам применяете тем, кто отказывается от работы. Вот тут какие-то замеры, куда вы их сажаете? В поле, при кровати, цепляете дорожниками. Спасибо за ответы. Спасибо. Ну, вы несколько вопросов задали, давайте мы начнём с самого начала. Ну, насчёт амнистии. Емельян, мне кажется, это не ваша компетенция, это к Путину насчёт амнистии. Здесь я ничего абсолютно не могу сказать, это точно не ко мне. Так, где находятся? Что касается, где находятся дома, значит, дома у нас, ну, относительно меняет свою дислокацию, потому что все дома это съёмные, то есть, если по какой-то причине мы съезжаем, значит, адрес у нас меняется. На данный момент у нас сейчас пять домов, все они в ближнем Подмосковье. Это Ховрино, Шереметьево, Два в Домодедово, Ямонтово. Вот, то есть, так как это всё съёмно, то, в общем-то, адреса, говорю, они в принципе могут меняться. Хотя вот если у нас, в основном мы стараемся надолгое сотрудничество и с хозяином дома, и они, слава богу, как бы понимают, что мы и надёжный, и нормальный дом содержим. То есть, нет у вас конфликтов? Слава богу, нет. У нас вот за всё время, сколько мы существуем, только с одной хозяйкой там был конфликт. Это был вот один раз, когда она, да, сказала, что она неправильно прочитала договор, поэтому арендная плата должна быть выше. Вот, со всеми остальными мы нормально сотрудничаем, и как бы у нас с ними действительно хорошие отношения, они не хотят нас выгонять, они, в общем-то, даже заинтересованы в том, что мы там живём. Вот, это вот первое. Так мы, где нас можно найти, в основном мы людей к себе берём с различных благотворительных кормлений, где вот кормят разные группы. Чаще всего мы берём из храма Космой и Демиана, это за памятником Юрию Долгорукому, то есть там вот в среду и пять нас проходит кормление, мы там объявляем, что мы готовы взять людей, тех, кто хочет трудиться. Вот, теперь, что касается карательной меры, ровно те же самые вопросы задавали вот 140 лет назад отцу Иоанну Кронштадтскому, что христианское ли это дело – карать и изгонять. Вот, он ответил, что что же может быть более богоугодным делом, как спасать людей от апатии, от пьянства, от лености. Вот, поэтому это богоугодное дело, это нормально. У нас нету никаких наручников, никаких карцеров нету, хотя иногда даже сами подопечные просят, что вот вы меня лучше не выгоняйте, вы меня там куда-нибудь прикуете, там куда-нибудь заточите, я вам всё что угодно подпишу, только не выгоняйте. Нет, у нас, к сожалению, только вот единственная мера, чем мы можем карать, это сказать, что раз ты нарушил, значит, уходи. Теперь прийти ты можешь там не раньше, там через три дня, через месяц, смотря какой раз человек это делает. Вот, и здесь была бы огромная помощь государства, вот в лице, скажем так, полиции, если бы этих пьяных нам не надо было просто выгонять, да, то есть в ту среду, откуда мы их и забрали. Вот, если бы они их могли взять к себе, сейчас же у вытрезвителей, к сожалению, уже их сейчас все закрыли, я считаю, к сожалению, потому что, в общем-то, можно было тогда туда этих людей, чтобы их там какое-то время подержали, чтобы они там протрезвели, чтобы они там поняли, что пить плохо, и потом вернулись бы назад. То есть они бы тогда не вернулись обратно на эти вокзалы, в эти подвалы, эти улицы, где они живут в основном криминальным, в общем-то, промыслом. То есть вот в этом полиции и государства могли бы сильно помочь. У нас один раз такое сотрудничество было, с мэтической полицией действительно человек там три дня продержали, вот, он вернулся замечательно, и потом он опять там сколько мог, он столько и не пил. Емельян, вот хотелось бы знать... А, подожди, там еще спросил, какие работы, да, вот они там мясо разгружали. Вот, у нас работы, которые мы можем найти для людей такого контингента, они, к сожалению, тоже тяжелые физически, это разноработы настройки, то есть копать, таскать, ломать, вот это тоже, к сожалению, я был бы рад, что мы могли предложить тем, кто физически не может там какие-то более легкие работы, но мы для них пока таких работ найти не можем. Поэтому вот тоже обращаясь за помощью, нам нужны посильные работы для разных людей. Вот какой вопрос. В советское время был даже закон, закон о тунеядстве, и предполагались меры по борьбе с этим. Ну вот, например, ЛТП были, там еще что-то какие-то. Сейчас вообще какая-то нормативная база существует или нет? Вот вы в рамках чего работаете, кроме того, что в рамках вашего подвижничества? Вот, вернее, вне рамок, потому что у вас нет рамок, как вы работаете, я знаю. Здесь я считаю, что то, что были эти законы, что с тунеядством надо бороться, это как бы такая палочка о двух концах, потому что под это с одной стороны можно подвести, вот он человек, допустим, он не может быть строителем, но он был бы замечательный художник, да? А раз ты вот не строитель, то ты тунеядец. То есть с этой стороны это плохо, а с другой стороны реально много тунеядцев, которые никем не хотят быть, которые хотят только, чтобы их кормили, одевали, а сами они будут пить. Вот таких, я считаю, что с ними обязательно надо что-то делать. И сейчас вот это разрушено, нету ни ЛТП, нету ни этих законов. Вот представьте, что вы лидер государства, у которого сейчас нет более важной задачи, ну вот сегодня, допустим, как ликвидировать это позорное совершенно явление, вот это вот бомжевание. Вот что бы вы приняли? Какой закон, на ваш взгляд, наиболее оптимально? Вы знаете, посильный труд. То есть вот этих людей, которые сейчас на улице, предложить ему вот как было у отца, она там 12 вариантов, где можно работать. То есть тут тебе и для творческой бы что-то придумать, и для физически, и для физически слабых, и разных. Если человек нигде не хочет работать, то тогда надо уже принимать к нему какие-то карательные меры. Я считаю, что так, вплоть до того, что изгонять его из города. И они говорят, вот, а вам, допустим, Дума сидит и говорит, что ж он придумал-то? У нас люди крепкие, здоровые, с образованием, без работы находятся, а мы сейчас бомжам будем давать. Вы знаете как, у нас они получают денег довольно-таки немного, то есть нормальному человеку, который способен на нормальную трудовую жизнь, его эта зарплата не устроит, поэтому они к нам не пойдут. Речь идёт о тех, которые без помощи общества не могут. Без помощи общества они становятся вот криминальными такими вот элементами. Вот я про них говорю. Понятно. То есть, на ваш взгляд, всё-таки создание такой нормативной законодательной базы необходимо? Ну, было бы замечательно, потому что, говорит, на данный момент основная помощь от государства – это то, что они нас не закрывают. Это вот самая большая от них помощь, а так-то больше ничего нет. Понятно. Ещё звонок у нас. Пожалуйста, говорите. Доброе утро. Здравствуйте. Татьяна Степановна – ваш гость. С праздником, с Рождеством Христом. Спасибо. Тема, конечно, бесподобная. Ян Корштадский, праведная, настольная моя книга. И вот то, что занимается ваш гость таким делом, я хочу сказать, это всё результат процесса управления страной. Отец Иоанн, он предлагал всему кронштадтскому обществу, то есть он к духовникам обращался, к своим же коллегам, как сказать, по вере и по всему, к военным, к чиновникам, к торговым, к мещанским, ко всем. И никто никак не мог ему помочь. Помогал ему потом люд простой. И деньги со всей страны действительно шли. Огромные суммы, чтобы всё это сделать. Так вот, ругая революцию и советскую власть, не к этому мы пришли сейчас, через 70 лет. Что было в советское время? Мир, труд, май. Понимаете? Иисус Христос, придя после воскресения, сказал первые слова. Мир вам. Так вот, советская страна, которую сейчас ругают именно священники, 20 с лишним лет, она вот это держала. Мир, труд, май. Труд восстановления. Так вот мой вопрос такой. Скажите, пожалуйста, кто сейчас из религиозных деятелей, а их полно всех, священников, епископов, их море, кто помогает вам как-нибудь? Или они только собирают деньги? Потому что вера не несут. Всё, понятен, понятен, понятен вопрос. Спасибо. Знаете, ну вот мы находимся под духовным окормлением, да, храмом, который я уже называл. Духовное окормление, оттуда к нам приезжают и дьякон приезжает, катехизаторы, которые рассказывают людям, то есть я считаю, основное, чем мы можем людям помочь, кроме того, чтобы предоставить кровь и работу, это какая-то духовная помощь, чтобы человек понял, что жить вообще есть ради чего. Вот, таких священников, к сожалению, очень немного, потому что когда я официально обращался в московскую епархию, я написал письмо с просьбой о духовном окормлении, вот, но ответа официального вообще никакого не поступило, а негласный был ответ, что храмы у нас открыты, если ваши люди хотят идти, то пусть приходят, вот, а мы к вам не пойдём. Ну, я считаю, что в этой жизни ничего без погущения Божьего не бывает, то есть, ну, на данный момент, значит, нам так полезно, чтобы, ну, к нам пока не было такого, так сказать, по приказу, чтобы к нам священники не ходили, а пока к нам ходят их немного, их там всего несколько человек, но они ходят не по приказу, то есть, ходят именно те батюшки, которые действительно считают эту работу нужной, которые считают, что с людьми, которые вот в такой ситуации надо им проповедовать, надо с ними по душам разговаривать, надо их исповедовать, вот, то есть у нас как бы есть и какая-то помощь бывает, это, кстати, там социальная какая-то, вполне материальная, вот, ну, некоторых структур, которые связаны, скажем так, с религиозной властью, вот, бывает, что, наоборот, не находим помощи, то есть, ну, как... Ну, как в жизни, как в жизни, как в отношениях с людьми, всё, всё, всё по-разному. А скажите, чем занимаются? Наступает утро, вот утром проснулись, что, все по звонку вскочили, заправили свои постели на работу, или как всё происходит? Ну, во-первых, разные бригады встают в разное время в скаке, в зависимости от того, на каком расстоянии от места, где они живут, находится объект, то есть некоторые в 5 встают, некоторые в 8 встают, это те, которые есть на работу, если мы работу нашли, то таких большинство. Все остальные встают уже по распорядку, то есть там в 8 часов, допустим, подъём, в 9 завтрак, то есть там идёт концентр. Ну, вот на завтрак, что, ну, давайте, вчера, что было на завтрак? У нас трёхразовое питание, кстати, довольно-таки хорошее, люди, приходя из других репцентров, они говорят, что кормят у нас хорошо. Кто готовит? Готовят сами же тоже, наши же те люди, которые у нас живут, просто среди них есть, кстати, и профессиональные повара, есть непрофессиональные, которые всё равно готовят хорошо, есть просто женщины, которые дома она там готовила на 4 человека, здесь она готовит там на 40 человек, вот, то есть, ну, готовят, в принципе, более-менее нормально. Я сам там, когда бываю, я всё совершенно спокойно это ем, то есть нету там такого, что это, как обычно говорят, что что-нибудь там работают за похлёбку, нет, это не похлёбка, у нас там, оно и мясо бывает, не скажу, что постоянно, но бывает у нас мясо и овощи какие-то, то есть, ну, вполне нормальное, полноценное питание, вполне нормальное. Ну, это пища физическая, пища духовная. У нас, ну, каждый день он начинается, те, которые дома остались, начинаются с молитвы, и молитвы, в принципе, день и заканчивается. Вот, то есть, кроме этого, ставим духовные какие-нибудь лекции, чаще всего профессору Ощипову, те, кто днём, вот, мы ставим лекции, они слушают. Если я приезжаю, я что-то рассказываю, приезжают катехизаторы из храма, они что-то рассказывают, психологи к нам, вот, там, несколько групп ездят, ездили анонимные алкоголики, пытались с нами работать, то есть, мы что можем, мы делаем, чтобы этих людей жизнь была более... Какая-то программа вообще существует, или вот вы сами так сидите и думаете, так вот, на ближайшие 10 дней вот это примерно сделаем, или жизнь идёт, как идёт? Вы знаете, как, ну, постепенно, во-первых, складываются уже какие-то традиции, что вот в этот день, там, вот эти приедут, в этот, вот эти приедут, в этот день мы там поедем, вот этим, допустим, помогать, но это вот так постепенно оно складывается, а так я готов к сотрудничеству с любыми организациями, людьми, которые хотят помочь. Ну, вот, если кто-то из наших слушателей захочет вам помочь, куда обратиться? Ну, давайте я дам номер телефона, 8-926-236-5415, это мой, а 54-16, это у нас, как бы, офисный работник, который собирает свою информацию, поэтому, ещё раз говорю, нам очень нужна помощь вообще... А можно приехать и посмотреть? Вот кто-то из наших слушателей, я с удовольствием составлю компанию... В любое... Говорит, хочу поехать и посмотреть, хочу видеть. Если я оказываю помощь, я хочу видеть, что, во-первых, а, это то, что я разделяю, б, я вижу, что моя помощь не пропала. Ну, это, я считаю, вообще очень правильный подход, потому что очень многие люди там, они декларируют одно, а происходит совершенно другое, то есть, куда там это средство уходит. Всегда к нам можно приехать, просмотреть, там практически в любое время дня и ночи, потому что люди в домах живут, вот, в любой из наших пяти домов можно приехать, это всё я только за. Поставите телефон ещё раз. Значит, 8-926-236-5415, это мой, и 54-16, это вот у нас офисный сотрудник, он тогда соберёт свою информацию и уже расскажет там, когда, куда, что. Мы только за сотрудничество, за любое позитивное сотрудничество. Я тоже за любое позитивное сотрудничество, чтобы мир становился, ну, хоть немножечко лучше, хоть на воробьинный шаг, но лучше. Спасибо вам, Емельян, и успехов и вам, и вашим подопечным. Благодарю, взаимно. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу, я благодарю гостя нашего, продолжателя дела Иоанна Кронштадтского, человека по имени Емельян, организатора Дома трудолюбия.